МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эпохам упадка всегда присущи определенные черты. Это недисциплинированные и чрезмерно разросшиеся вооруженные силы, выставление на показ личного благосостояния, огромное неравенство между богатыми и бедными, зависимость от раздутого госаппарата и нездоровый интерес к сексу. Но, возможно, наиболее печально известная черта – это снижение качества валюты. И США, и Великобритания начинали с золотого или серебряного стандартов, но уже давно от них отказались. Так же было и с Древним Римом. Все начиналось с серебряного стандарта. Но система становилась все более и более коррумпированной. Римский динарий в итоге стал посеребренной медной монетой. Когда такой динарий долго был в обращении, серебряное покрытие сходило. Если раньше сенаторы представляли римский народ, то в итоге они стали представлять те огромные суммы, которые можно было украсть, находясь у власти. Богатство великих империй ослепляет, но в действительности, из-за неудержимого стремления к деньгам, власти и материальным благам, чувство долга и служения обществу у руководителей и граждан уступали место, жажда наживы. В историческом контексте начинают проявляться все признаки упадка империи. Какие-то более типичны, какие-то менее. Финансово-экономический кризис, подобный нынешнему, всегда сопутствует разрушению империи. Внимание римлян всегда отвлекали гладиаторские бои, и политики об этом знали. Во время любых волнений устраивались новые масштабные зрелища с участием большого числа гладиаторов. Также ежедневно поступаем и мы. Это общая черта империи в упадке. Сегодня, например, в США делается огромный акцент на всевозможных телепрограммах, отвлекающих людей от реальных событий. Как и во времена гладиаторов, большую роль в этом играют спортивные состязания. По сути, нас убаюкивают и погружают в литургический сон. А мы не возражаем. Сегодняшним звездам спорта платят огромные деньги, так же, как и древнеримским колесничам. Один из них — Гай Апулей Диокл, живший во II веке. Он скопил 35 миллионов сестерцев призовых, что эквивалентно нескольким миллиардам сегодняшних долларов. Может показаться странным, но во времена упадка империи несоразмерно большим почетом пользуется еще одна профессия. Знаменитостями у римлян, осман и испанцев неизменно становились повара. И это опять же характеризует конец империи. Все было так замечательно. Мы помним всю привлекательность того времени. Когда-то нам было хорошо, а сейчас уже нет. И все устремляются на поиски. Может, дело в самой лучшей еде, в самой лучшей одежде, в музыке, в фильмах, реалити-шоу, в журналах. Но невозможно насытиться тем, что тебе не нужно. А нужно, чтобы в обществе существовали твердые, всеобъемлющие, морально-нравственные принципы. Царит апатия. Царит аморальность, у которой есть и политический аспект. Огромному количеству людей на все это наплевать. И наблюдается естественная, на мой взгляд, энтропия. Всякий живой организм, каковым, конечно, является империя, со временем умирает. Вопрос в том, как он умирает. Гибнет в череде кровавых событий или угасает в течение длительного времени. Такая еда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Как цивилизация, мы справлялись совсем неплохо. У нас была промышленная революция, ее мы пережили. Мы создали много новых военных технологий и пока что живы. Мы создали банковскую систему, и она-то доставляет нам немало проблем. Но в целом дела у нас шли неплохо. Я 7 лет работал на Уолл-стрит, и со мной произошло примерно то же, что и с теми работниками мясокомбинатов, которые становятся вегетарианцами. На Уолл-стрит я насмотрелся на то, как Голдман Сакс, Джей Пи Морган и другие банки делают деньги. И от этого тошнит. Думаю, если бы люди знали, что замышляют банки, то, выражаясь словами Генри Форда, революция началась бы завтра же. Дело в том, что большинство считает, что банк дает тебе в кредит деньги, которые до этого в банк кто-то положил. В действительности же, коммерческий банк выдает тебе под проценты деньги, которые сам делает из ничего. Если бы я занялся производством денег на дому, это было бы фальшивым анечеством. И если деньги появляются неоткуда на счетах компании, то это назовут бухгалтерской аферой. Но когда таким занимается банк, это совершенно законно. И пока допускается легализация мошенничества, различные проблемы в экономике неизбежны. С этим ничего не поделаешь. Частные банки создают деньги из ничего и сужают их под проценты. Звучит нелепо. И когда я рассказываю второкурсникам о деньгах и банках, они этому не верят. И приходится снова и снова повторять. Да, банки действительно создают деньги. И вот как это происходит. Звучит абсурдно. Можно понять, почему они сомневаются. Как такое возможно? Но так оно и есть. И если у банков есть очень сильное лобби, оно заявит. Менять эту систему мы не собираемся, она приносит нам столько денег. Вместо этого мы попробуем убедить людей, что они сами виноваты. Что причина такой инфляции в их чрезмерных зарплатных притязаниях. Или что жилье дорожает из-за того, что на нем спекулируют. Но они не скажут, что происходит все это из-за того, что банки создают деньги из ничего и закачивают их в систему. И что цены растут из-за этого. Но как мы пришли к такой системе, при которой у банков есть власть создавать деньги? В 1971 году президент Никсон отменил в США остатки золотого стандарта. И с тех пор в мире пользуются так называемыми декретными или фиатными валютами. Доллар, фунт, евро – все это фиатные деньги. А по латинскому фиат, да будет так. Их статус государственных валют захреплен законом. Если бы законодательство не утверждало их в качестве денег и не принуждало платить ими налоги, ни долларовая купюра, ни символ доллара не имели бы такого значения. Эмиссия фиатных денег – исключительная прерогатива государства. Но банки могут их создавать посредством кредитования. Последние 40 лет, с тех пор, как фиатные валюты стали общемировой нормой, денежная масса растет в геометрической прогрессии. В действительности мы наблюдали величайший рост денежной массы в истории. Но кому это выгодно? Разумеется, тем, кто имеет возможность создавать деньги – правительством и банком. Кроме того, тем компаниям и физическим лицам, которые получают эти деньги раньше других, они могут тратить их на товары, услуги и активы до того, как те поднимутся в цене. Адекватно росту количества денег в обращении. Иными словами, они могут покупать дешево. Но в скором времени цены вырастут, и владельцы таких активов, как жилье или акции, увидят, что их имущество подорожало. При этом качество недвижимости или компании, в бумаге которой они вложили деньги, может и не улучшиться. Зачастую это ведет к возникновению спекулятивных пузырей. А люди у подножья пирамиды. Те, кто получает фиксированный доход, те, кто живет в отдаленных районах, и те, кто делает сбережения. К тому моменту, как новосозданные деньги дойдут до них, цены на то, что они хотят купить, вырастут. Их сбережения, напротив, уменьшатся. А их зарплата останутся без изменений. Иногда, чтобы позволить себе купить то, что они покупали раньше, люди берут кредиты. А значит, снова обращаются к банкам. В реальности этот процесс создания денег лишь перераспределяет благо от нижних уровней пирамиды к верхним. В итоге разрыв между богатыми и бедными продолжает расти, расти и расти. Отказ от золотого стандарта и переход к фиатным деньгам в сочетании с системой частичного банковского резервирования ведет к тому, что производство, которое могло бы обеспечить долг, в принципе не способно угнаться за накоплением этого долга. И таким образом мы возвращаемся в долговое рабство. Именно так и получилось в США. Там, к примеру, на каждый доллар ВВП сейчас создается примерно 5,5 долларов долга. Это происходит тогда, когда экономика переворачивается и по сути обрушивается. А у правительств для всех проблем одно решение – создать еще больше долга. Из всех денег, существующих в мире на сегодняшний день, 97% – это долг. Французский философ Вольтер однажды сказал, все бумажные деньги в итоге возвращаются к своей естественной стоимости – к нулю. На протяжении трех поколений в мире шла борьба между капитализмом и коммунизмом. Но в 80-е годы советская экономика начала рушиться. СССР капитулировал и утвердилось безоговорочное господство так называемого капитализма. До 1989 года боролись коммунизм и рыночная экономика. И в этой борьбе была такая установка. Не будем вскрывать недочеты рыночной экономики. Это слишком важная борьба, чтобы критиковали нашу команду во время противостояния с их командой. А их команда – это авторитаризм, не способный обеспечить благосостояние общества. И если бы пришлось выбирать, сразу стало бы ясно, какая из двух лучше. Коммунизм рухнул первым по разным причинам, как то неэффективность, неуважение к правам человека и так далее. Так что капиталистический Запад триумфально продолжал свою линию, думая, наш противник проиграл, значит, мы все делаем правильно. Обе системы хотят принципиально невозможного – расти вечно. Так что и ту, и другую ждет крах. Одна уже рухнула, капитализм рухнет позже. А может рушиться уже сейчас. Америка сейчас в очень интересной ситуации, ведь в последние 200-300 лет своей истории это была страна и культура, построенная на предположении, что количество ресурсов можно увеличить. Не хватило кому-то куска, значит, просто пирог сделаем побольше. Приезжайте на Запад, молодой человек, сделаем пирог побольше, чтобы каждому больше досталось. А сейчас в плане ресурсов в мире, похоже, возникают ограничения. И когда Америка станет делить этот пирог, для кого-то это будет болезненно. К такому она не вполне готова. Почему эта страна так сильно отклонилась от идей отцов-основателей? Почему американская мечта так исказилась? В нынешнюю крайность капитализм ударился 30-40 лет назад. На многом благодаря экономисту Чикагской школы Милтону Фридману, а также Рональду Рейгану, Маргарет Тэтчер и другим, кто, согласившись с этими теориями, содействовал тому, чтобы люди брали огромные кредиты. Они выступали за приватизацию, а теоретически за снижение роли государства, но при этом за увеличение вооруженных сил, а следовательно и бюджета, за ослабление регулирования для руководителей различных организаций, особенно корпораций. Как будто мы внезапно должны поверить, что люди, которые стоят во главе корпораций и регулирующие нормы, не нужны, что они не люди, а некие божества. Милтон Фридман, его протеже «Чикагские мальчики» и неоклассическая идеология победили классический подход к экономике и задали формат того, что мы сейчас называем капитализмом. В экономике идет соперничество двух основных учений о том, как нам, людям, относиться к миру и распределять благо. Соперничество классической и неоклассической школ. Классическая школа выступает за меньшее вмешательство со стороны государства и большую автономию личности. Она признает, что человечество не может существовать без природных ресурсов. Неоклассическая школа не уделяет природным ресурсам такого внимания и, похоже, считает, что управлять экономикой и решать социальные проблемы должно государство. А свободному рынку остается следить за распределением благ. Неоклассическая школа появилась примерно сто лет назад в связи со стремлением заинтересованных групп защитить свои активы. Таким образом, математические модели и постулаты неоклассической школы были оторваны от реальности и основаны на том, что должно быть, в отличие от классических моделей, основанных на том, что в действительности есть. И именно неоклассическими моделями, которые отдают предпочтение крупным корпорациям, была обоснована финансиализация мировой экономики. Неоклассический подход продвигали Рейган и Тэтчер. Он до сих пор господствует при принятии политических решений. Революция Рейгана, как ее называют в США, или, если рассуждать более широко, революция Рейгана-Тэтчер, сильно изменила структуру власти и существенно перераспределила благо и возможности. Не так, отобрали у бедных, а отдали богатым. Перераспределение прошло среди благополучных слоев. Финансовый сектор в США, в Великобритании и ряде других стран стал намного прибыльней. Зарплаты в этом секторе сильно выросли, в основном за счет премий. Но выросли и базовые зарплаты, денежное вознаграждение в целом. В итоге произошла передача благ и возможностей от всех остальных отраслей экономики к финансовой. Беспрецедентной в истории человечества, насколько можно судить об этом по всем имеющимся источникам. В 1932 году, после великого обвала на американском фондовом рынке, чтобы защитить общество и отделить обычные банки от инвестиционных, был принят законопроект Гласса-Стигала. 67 лет спустя, в 1999 году, президент Билл Клинтон под влиянием министра финансов Ларри Саммерса и его предшественника Роберта Рубина отменил действие этого закона. Банки вновь получили возможность использовать деньги обычных вкладчиков для любых спекуляций. Уолл-стрит превратилась в своеобразное казино. И, к сожалению, не в такое казино, как в Лас-Вегасе. Там эта форма развлечения имеет право на существование. А такое казино серьезным образом сказывается на всем остальном обществе. То есть, это не просто возможность за несколько вечеров прокутить свои деньги. Нет. Когда эти организации теряют деньги, то это сказывается на всем обществе и приводит к массовому сокращению рабочих мест. Эти неконтролируемые азартные игры подтолкнули всю мировую финансовую систему к краху. Балансы и долговые обязательства банков превышают ВВП целых стран. Банки стали слишком большими, чтобы рухнуть. Запад был не готов к кризису. Правительства дезориентированы, а банки предъявили свои требования. Вы должны оказать нам финансовую помощь. Нам нужны деньги. Не дадите нам денег, все обрушится. И что вы будете делать с миллионами, десятками миллионов людей, потерявших все средства на своих банковских счетах? У вас начнется революция, так что раскошеливайтесь. Берите деньги в кредит, создавайте их из ничего и отдавайте нам, чтобы мы могли решить свои проблемы и оставаться на плаву. А иначе Хэрт Полсон так и повел себя в американском конгрессе. Просто пришел и заявил, нам нужно 700 миллиардов долларов немедленно. А иначе является ли капитализмом та система, которую мы называем капиталистической? Капитализм подразумевает, что государство будет играть очень небольшую роль. Сегодня же его размеры и его вмешательство в нашу жизнь велики как никогда. Капитализм подразумевает, что физические и юридические лица будут действовать на свободном рынке. Хорошо продуманные инициативы будут приносить прибыль, а предприятия с изъяном терпеть крах. До банковского кризиса 2008 года людям говорили, что западная экономика не может разделиться так, как она в итоге разделилась. Социализм для богатых, капитализм для бедных. Когда в Америке государство предоставляет проблемным банкам финансовую помощь, это социализм. В Америке люди выступают против социализма, а вероятно, сейчас это самая социалистическая страна в мире. У нас даже не капиталистическая система как таковая. Когда богатые допускают ошибки, их не наказывают. Когда бедные допускают ошибки, их наказывают. И даже еще хуже, когда они их не допускают, их заставляют платить за ошибки богатых. Когда неудачные спекуляции банкиров оплачивает налогоплательщик, то внезапно возникает такая система, при которой не экономика обслуживает интересы человека, а человек постоянно обслуживает интересы аморальных финансовых организаций. Субтитры создавал DimaTorzok От мира относительно пустого мы перешли к миру относительно полному. то есть от мира, где нас и наших вещей было мало, к миру, где нас и наших вещей стало много. За мою жизнь численность мирового населения выросла втрое, а численность вещей, машин, домов, яхт, всего прочего, что ложится временем на экологию и человеческие организмы, значительно больше, чем втрое. То есть в мире очень много того, что мы можем назвать рукотворным капиталом. И все меньше и меньше остается того, что можно назвать капиталом природным. Мы первое поколение. Мы жители богатого, развитого мира. Первое поколение достигло предела реальной выгоды от экономического роста. Веками повышение материального благосостояния было лучшим способом повысить реальные качества человеческой жизни. именно это содействовало колоссальному росту продолжительности жизни показателей счастья и других мерок благополучия. Но все это сейчас уже не связано с экономическим ростом. И хотя в богатом мире продолжительность жизни продолжает увеличиваться, это уже совсем не связано с экономическим ростом страны. То же самое касается показателей счастья и благополучия. Парадокс в том, что по мере роста экономики мы создаем все больше бедности. Наша корыстная экономическая система постоянно что-то упускает. Мы продолжаем разграблять природный капитал планеты. Но не пора ли переосмыслить западное понимание прогресса? Я смотрю на мир во многом так же, как и Royal Dutch Shell. У них одно из лучших в мире подразделений стратегического планирования среди частных и публичных компаний. Итак, Royal Dutch Shell предусматривает два сценария. Один называется Blueprint, то есть проект. Он предусматривает распланированную корпоративную деятельность, консультации мировых лидеров на такие темы, как преобразование энергии, глобальное потепление, снижение запасов ископаемого топлива и так далее. Другой сценарий, Scramble или свалка. Название говорит само за себя. Что любопытно, к 2075 году, насколько я помню, это итоговый год для обоих сценариев. Мы придем к одному и тому же. Только Blueprint, это меньше кровопролития, а Scramble, это реки крови в результате борьбы за ресурсы. Так же, как неспособность послевоенного поколения позаботиться о последующих поколениях, наш устарелый менталитет конкурентной борьбы в мире истощенных ресурсов может привести к катастрофе. Наши экономические установки поощряют умение обойти соперников, вести конкуренцию и сравнивать себя с другими. А ведь прогресс человечества на протяжении тысячелетий строился на сотрудничестве. Внутри практически любого вида животных всегда есть потенциал масштабного конфликта, потому что у всех представителей этого вида одинаковые потребности. И они могут бороться друг с другом за еду, прибежище, гнездовье, территорию, партнеров для спаривания и тому подобное. Но у нас, у людей, всегда был другой вариант. Мы всегда могли лучше, чем какие-либо другие животные, быть друг для друга источником поддержки, любви, помощи и взаимодействия. То есть люди могут быть и чем-то наихудшим, и чем-то наилучшим. Вы можете быть мне самым страшным соперником или самым верным помощником. В прогрессивном обществе для удовлетворения общих экономических, социальных и культурных потребностей нам необходимо двигаться от глобализации к локализации. Чувство товарищества, ответственность и цель в жизни, основанной не на потреблении, а на производстве, приведут к счастью и удовлетворению. Спросим себя, насколько потребительский стиль жизни сделал нас счастливыми? Наверное, если бы человеку в 19 веке сказали, что через 100 лет люди будут жить при таких богатствах и комфорте, когда в домах есть центральное отопление, когда можно выбрасывать такой процент еды, такой выбрасываем мы, он бы вообразил, что это жизнь в условиях необычайной социальной гармонии, где все в розовом цвете. И очень выразителен контраст между, если хотите, материальным успехом нашего общества и социальным крахом. Рост экономики требует от нас жить потребительски. Главной амбиции стало набрать перед смертью всего побольше. А на смену духовному удовлетворению пришло удовольствие от покупок. Неудивительно, что взмыли продажи антидепрессантов. В последние годы значительную часть моей жизни мировая экономика строится либо на военной силе, либо на производстве продукции, которая большинству не нужна. И даже если задуматься, то ее не хочется покупать, но при этом все ее покупают. основа потребительства в нашей необычайно развитой социальной природе. Нам хочется чем-то владеть, чтобы хорошо выглядеть в чужих глазах, потому что себя я воспринимаю через чужое отношение, через чужое чувство стыда, гордости, возможно, зависти и так далее. То есть, товары это лишь способ, если хотите, построения отношений между тобой и другими в этой иерархии в условиях крайней отчужденности. Страдают человеческие отношения, семейная жизнь, то, что для нас действительно важно. И единственное, что делает человека счастливым, совершенно ясно, что это не деньги, так как по достижении определенного уровня от денег ты получаешь очень немногое. Единственный источник счастья для нас это другие люди, а за последние 30 лет пострадали именно наши отношения. Мы меньше доверяем, меньше взаимодействуем, меньше, чем когда-либо привязываемся друг к другу, меньше любим, меньше вступаем в брак. И браки находятся под угрозой. Любые постоянные и безусловные проявления человеческого расположения подмываются и подрываются. Вот реальные последствия последних 30 лет. В каком-то плане нам нужно оживить и повторно очеловечить нашу жизнь, если мы не хотим, чтобы она была мерзкой, жестокой, короткой и одинокой. Если ищешь цель в жизни, она должна быть за пределами твоей личности. Не важно, как ты ее соорудишь. Важно, чтобы стремление привносило в жизнь общества нечто положительное. Но цель должна быть за пределами твоей личности. Твоя личность не может быть целью. Если стремишься к цели внутри себя, то стремишься в бездну и в нее провалишься, как об этом говорил Ницше. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Один из наиболее мощных культурных факторов, который формирует сегодняшнее западное мышление, голливудское кино. Оно следует определенному культурному шаблону. Есть вступление, середина и окончание. Есть драма, конфликт и разрешение конфликта. Как правило, есть положительный герой и отрицательный. И сюжет, за которым следят люди. Голливуд представил, как люди общаются, рассказывают о себе и рассматривают новейшую историю. Это серьезно повлияло на отношение к финансовому кризису. Люди смотрели на начало, середину и окончание. Они следили за драмой вокруг Лемон Бразерс и хотели, скажем так, разрешения конфликта. Им нужны были и отрицательные герои, и принесение кого-то в жертву, чтобы внимание было сосредоточено на нескольких лицах. И мысль о том, что проблему создали не один-два человека, что она системная и что почти каждый, кто в этом участвовал по-своему виноват, либо в откровенной небрежности, либо просто в том, что не задавал нужных вопросов, не спрашивал, почему деньги так долго были такими дешевыми. Мысль о том, что это системная проблема, людям ухватить очень трудно. И еще труднее подать ее в виде хорошей истории. Возможно, чувство беспомощности возникает из-за того, что мы не понимаем реальные проблемы. Если выгнать из стада несколько паршивых овец, это не исправит изъянов самой сути западной экономической системы. Она должна защищать людей, но в итоге открывает простор четырем всадникам апокалипсиса. Четыре всадника наших дней, ненасытная финансовая система, разрастающаяся организованное насилие, крайняя нищета миллиардов людей и истощение ресурсов Земли, едут, сминая самых уязвимых. Они мчатся во весь опор, не встречая преград, потому что когнитивная карта, формируемая нашими школами, университетами и СМИ, не побуждает подвергать нормы сомнения. Вместо этого мы живем в апатии. Я бы сказал, что в наших странах по-своему подавленное общество. Мы привыкли к мысли о том, что ничего не поделаешь, нет альтернативы. Мы никогда не будем решать экологические проблемы и всегда будем жить по принципу «человек-человек-волк». Я думаю, что нам нужно сделать выводы и признать, что по большинству этих вопросов можно добиться значительного улучшения, если добиться большего социального равенства и меньшей разницы в доходах. И это также поможет нам решить экологические проблемы. Мы можем прийти к обществу, которое будет качественно лучше для всех нас. Можно сказать, что эта апатия подстроена, потому что в средствах массовой информации это не обсуждается. Неудивительно, что принадлежат средства массовой информации заинтересованным лицам, которые занимаются недвижимостью и финансами и не собираются докладывать людям об интеграции с секторов финансов, страхования и недвижимости. Идет дезинформация, перекладывание ответственности и отрицание реальных причин. Все это обычные методы. Даже в сфере образования можно увидеть, что банки помогают организовывать университеты, финансируют их и экспертные группы, владеют образовательными фондами, газетами. Все это происходит, можно сказать, в порядке пропагандистской профилактики, чтобы люди не докопались до сути проблемы. Не нужно думать, что если у вас нет экономического или юридического образования, то эти вопросы слишком сложны для вашего понимания. Это совсем не сложно, это очень просто. Речь идет о власти и о демократии. И вы это понимаете точно так же, как и я. Один из источников такой дезинформации неоклассическая школа экономики. Ее представителям, экономистам и педагогам удается убеждать мир в непогрешимости ее математических моделей. И если в 16 веке революционным изобретением стал печатный пресс, то сегодня рассвет просвещения, которое рассеет облака невежества, поддерживаемой прессой и педагогами, начинается в интернете. Образование может быть средством контроля общественного сознания. И поразительно, что сегодня неоклассическую экономику по-прежнему преподают во всех университетах Лиги Плюща. Мне пишут студенты-экономисты из других университетов, которые учатся по определенной образовательной программе. Я прочитал, что вы написали то-то и то-то. Меня этот предмет интересует. Сейчас я учусь по такой-то программе и ни о чем из этого даже не могу говорить. Что вы посоветуете? Что мне делать? Во многом вы будете противостоять тому, чем у вас учат. конечно, кое-что полезно и это нужно учить. А остальное нужно учить, чтобы знать своего противника. Возможно, один человек не в силах изменить систему, но может изменить самого себя. Если нас не учат как следует, мы должны учиться сами. И для начала вновь познакомиться с учеными классической школы экономики. Задуматься над тем, что вызывает сомнения очень у немногих. Но при этом сказывается на нас всех, над нашей денежной системой. Без реформы мировой валютной системы промышленной цивилизации наступит конец. Не буду говорить, что конец наступит всему человечеству, но мир в привычном для нас понимании полностью обрушится. Он не может функционировать на фиатной валюте, никто из тех, кто несет за это ответственность, не хочет этого признавать. Но это факт. Законы, регулирующие систему фиатных денег, установил человек. Сейчас он ими злоупотребляет. А существует ли форма денег, которая регулируется законами, не установленными человеком? Посмотрим на золото и на законы природы. Я называю золото естественной формой денег. Все золото, добытое на протяжении истории, продолжает существовать в виде наземных запасов. Все вместе оно заняло бы примерно 2,5 олимпийских плавательных бассейнов. Суть в том, что эти наземные запасы в год растут примерно на 1,75%. Примерно так же прирастает мировое население и мировое накопление капитала. То есть, в конечном счете, покупная способность золота в долгосрочной перспективе остается очень устойчивой, потому что соотношение спроса и предложения по сути пребывает в равновесии. Из-за установленного человеком процесса обращения денег все уровни общества страдают от хронического чрезмерного долга. Долг сейчас считают нормой, но это не так. Долг это форма рабства, но насколько наш долг вызывает у нас вопросы и что мы можем с ним поделать? Недавный классический пример аннулирования долга это немецкое экономическое чудо 1947 года. Союзники аннулировали все внутренние и внешние долги Германии, кроме задолженности работодателей перед сотрудниками предприятий за предыдущие несколько недель и базовых рабочих остатков на счетах. Каждый мог держать их в банке, чтобы быть в состоянии покупать еду в ближайшие недели. По сути, нужно следовать пяти или шести страницам немецкой валютной реформы 1947 года. Нужно начать с чистого листа. Это означает, что имущество, которое есть у людей, перейдет в их свободное пользование и не будет обременено долгами. Проблема в том, что придется аннулировать сбережения, чтобы уравновесить потерю долгов. Но это будет не так плохо, учитывая, что 1% наиболее состоятельных американцев сосредоточил в своих руках колоссальный объем благ, больше, чем когда-либо за все время существования статистики. Необходимо заняться и нашей системой налогообложения. Сегодня мы платим налоги за то, что производим. Возможно, прогрессивнее было бы платить их за то, что мы потребляем. Многие ли американцы знают, что отцы-основатели США не планировали облагать труд граждан налогами. Иными словами, подоходный налог не предполагался. Сегодняшнюю систему налогообложения переняли у Британии, и этот пережиток колониализма ввел весь мир в заблуждение. Важнее всего было бы сделать так, как всем этого хотелось в 19 веке. Чтобы налогообложение состояло из налогов на землю, на даровую прибыль, получаемую за счет роста стоимости на землю, на то, что Джон Стюарт Миль называл нетрудовыми доходами, то есть на те деньги, которые землевладельцы, что называется, зарабатывают во сне. Кто создал нефть, уголь, железную руду, которая находится в недрах земли? Все это не является делом рук человека. Естественно, человек трудится над тем, чтобы их добыть. Но само их существование не плод его труда. Так что плата за пользование природными ресурсами отличный источник налогообложения. Никто их не делал, так что, если облагать их налогами, то всех остальных это заставит использовать их более эффективно. Так что мне это кажется превосходным объектом налогообложения, в отличие от труда и капитала. Если государства будут использовать эту стоимость участков земли, подкрепленную природой, а не человеческим трудом и не частным предпринимательством, тогда не придется облагать налогами зарплаты в виде подоходных налогов. Отпадет необходимость в налогах с продаж, из-за которых вести бизнес становится дороже. И не нужно будет вводить все больше налогов на предпринимательскую деятельность. Такое налогообложение, за которое ратуют все экономисты классической школы, позволило бы решить проблему глобальной бедности, так как у граждан развивающихся стран появилась бы возможность сохранять благо своих ресурсов. В развитых странах оно позволило бы начать решение проблемы жилищного и долгового кризиса и дало бы ход к предпринимательству, которое необходимо для восстановления наших экономик. Возможно, нам также следует воскресить другое вневременной принцип, который продвигался в годы промышленной революции. Мысль о том, что завод должен принадлежать тем, кто там работает, глубоко укоренилась в культуре рабочего класса. Поэтому в конце 19 века на рассвете промышленной революции трудящиеся принимали это как само собой разумеющееся. Да, конечно, рабочие должны быть собственниками предприятий, на которых они работают. Все остальное это попрание наших фундаментальных прав как свободных граждан. Они также воспринимали как данность то, что работать за зарплату это практически то же самое рабство, разве что временное. И один из способов обрести свободу это стать собственником своего завода. И это были не какие-то неслыханные воззрения. Таких же взглядов придерживался Авраам Линкольн. В конце 19 века это было принципом республиканской партии. Потребовалось немало усилий, чтобы заставить людей забыть об этих идеях, но они остались и сохраняют свою актуальность. Греческий философ Платон сказал, что соотношение доходов самого высокооплачиваемого и самого низкооплачиваемого сотрудников в любой организации не должно превышать шести к одному. В 1923 году банкер Джон Пирпант Морган объявил оптимальным соотношение не более 20 к одному. Но в сегодняшних глобальных корпорациях разница между наибольшими и наименьшими зарплатами может превышать 500 или 1000 к одному. При таком уровне неравенства, как 500 к одному, богатые и бедные становятся не представителями одного сообщества, а уже практически разными видами. Теряется общность интересов. И при столь масштабных классовых различиях представителям разных классов трудно сформировать сообщество и поддерживать дружеские отношения. Когда же общественность выражает негодование в связи с несоразмерностью доходов, общепринятая тактика перевести дискуссию в психологическую плоскость и подкрепить это цитатой остроумного британского экономиста Герберта Спенсера. Он ввел в оборот словосочетание «выживание наиболее приспособленных». И сейчас его слова используются в оправдании перегибов системы. Конкуренция в бизнесе это хорошо, но условия игры для всех должны быть равными. Монополисты владеют слишком многим, потому что система перекошена в их пользу. В нынешних экономических условиях говорить о приспособленности подавляющего большинства населения мира не приходится. Те, кого заставляют платить за этот кризис, не были его причиной. А те, кто его спровоцировал, в целях выживания без сомнения постараются представить этот фильм как маргинальный и продвигающий идеи социализма или даже марксизма. Я капиталист. Я предприниматель. Я верю в основополагающие принципы. И то, как эти принципы уничтожаются монархами, монополистами, теми, кто, сидя на Уолл-стрит, разрушил систему изнутри, это вызывает у меня ужас и отторжение. У капитализма и в более широком смысле у рыночной экономики не только есть будущее. Более того, я не представляю себе будущее без него. Вопрос в том, какой это капитализм, какая рыночная экономика. Реформированный капитализм, построенный на независимых денежных средствах, налогообложения, недоходов, опотребления и предприятия в собственности работников. Вот слагаемые экономики, которая не зависит от постоянного роста для обслуживания своего долга. Веками мы терпели так называемый свободный рынок. Но он не был свободным. Он побуждал нас уничтожать природу и друг друга в тщетной попытке достичь прогресса. Нелепо полагать, будто есть некая научно установленная граница рынка, которую нам ни в коем случае нельзя менять. А экономисты, сторонники свободного рынка, хотят, чтобы вы верили именно в это. При этом они утверждают, что знают истину, потому что у них кандидатские и докторские степени по экономике. Если им удастся вас убедить, то они смогут говорить вам что угодно, а вам останется только соглашаться. Но в этом-то с ними и нужно поспорить. Границы рынка устанавливает политика. Задумайтесь, за последние два-три столетия очень многое с рынка исчезло. 200-300 лет назад торговали людьми, детским трудом, очень многим из того, что мы сейчас не считаем допустимым покупать или продавать. Я хочу сказать, что на протяжении времени мы меняли эту границу, и нет ничего плохого в том, чтобы изменить ее вновь. Коллапс экономики, который мы наблюдали в Великую депрессию и увидели вновь в начале 21 века, произошел из-за того, что те, кто очень мало вкладывал в систему, очень много от нее брали. Транснациональным корпорациям и банкам всегда хочется расти без необходимости выплачивать компенсации тем, чьим трудом создается этот избыток. В прошлом, против тех, кто мало вкладывал, но забирал себе слишком много, народ поднимался, чтобы пресечь эти неправомерные действия. Но тогда у народа был осязаемый противник. Сегодня он не имеет определенной формы и давлеет над каждым элементом наших экономических и демократических процессов. Возможно ли побороть его сейчас? Это возможно повторить. Это цикл. Мы не батраки, которые отрабатывают свой долг. Мы как белки, которые крутят свое колесо посреди чьей-то большой клетки. Финансовый сектор растет и организуется. Банковское дело приносит много денег и становится легко покупать политиков. Но суть демократии, суть американской демократии в том, что раз за разом повторяется конфронтация. В 1830 году Эндрю Джексон одолел второй банк США. В начале 20 века Тедди Рузвельт одолел Джей Пи Моргана и Джонни Рокфеллера. В 30-е годы Франклин Делано Рузвельт одолел всех на Уолл-стрит. И сейчас нам нужно это повторить. Что заставляет меня быть не цинником, не пессимистом, а оптимистом, так это мои студенты. Во-первых, я не вижу у них желания идти на Уолл-стрит. Во-вторых, среди них я вижу презрение к тем, у них нет стремления к деньгам. Они испытывают презрение к тем, кого интересуют только деньги. Сегодняшние кризисы создаются людьми. А то, что люди создают, люди же могут и менять. Мы все способны преобразовать наш мир. Революция – вопрос философский. Не позволить виновникам проблемы маскировать ее истинные причины значит суметь устроить бескровную революцию против организаций и руководителей, чьи насильственные и варварские действия разрушают экономику. Центробанковская система, перекошенный капитализм, спекуляции земельными участками, подоходный налог и неоклассическая экономика перестроили демократию под корпорацией, затормозили прогресс, извратили судьбу человечества и поставили под угрозу будущее нашей планеты. Если не решать эти проблемы, масштабы следующего коллапса невозможно себе представить. Что бы ни говорила пропаганда, в начале 21 века из-за нерегулируемых дешевых центробанковских денег взлетели цены на землю. Это привело к появлению рыночного пузыря. При этом мир опять живет при системе налогообложения, которая обогащает тех, у кого уже есть привилегии. Неоклассическая экономика разрушила жизни миллиардов менее состоятельных людей, спровоцировала конфликт в поколении и привела к масштабным безграничным страданиям. С ума люди сходят толпами, а приходят в себя медленно и поодиночке. История переполнена примерами того, как люди, сбросившие с себя ермо, желая радикальных перемен, в итоге получали популярных новых правителей, которые сохраняли статус-кво. Чтобы действительно что-то понять, нужно от этого освободиться. Быть человеком значит жить ради великой цели, брать на себя ответственность и познавать самого себя. Злейший враг грабительского капитализма и лучший союзник человечества это личность, которая сама занимается своим образованием и которая, прочитав и усвоив что-то, не рвется к немедленной выгоде и всегда сохраняет бдительность.